Приветствую вас. Знаете, не могу вам позавидовать вашей ситуации, в которой вы оказались. Мало того, что с мужчиной какие-то непонятки, да, об этом сейчас еще поговорим, так еще и психологи дают два совершенно разных ответа, совершенно противоположных ответа, вот, ну, на мой взгляд, по крайней мере. И обоим ответом вы ставите лайк, то есть противоречие прямо на противоречие. Понимаете, Елена, я согласен с своей коллегой Ириной в том, что мужчина действительно воспринимает вас больше как ребенка, и что это может быть существенной проблемой для ваших отношений при условии, если ему не нравится то, что вы ребенок, если ему не нравится то, что вы ведете себя как ведомая. Но я не согласен с тем, что это обязательно отразится на ваших отношениях, в том числе и в сексе. Потому что если мужчине нравится, что его женщина ему подчиняется и является его маленькой, то, соответственно, его это привлекает, и, соответственно, все у вас будет хорошо. Проблема, на самом деле, немножко в другом. Она заключается в том, что вы задаете вопрос. Вопрос вы задаете достаточно серьезный. В том плане, что мужчина стал вас по-другому называть, и это реально серьезная история. То есть, ну, ни с того ни с сего, вдруг, да, начал называть вас по-другому. То есть, по-другому называла моя хорошая, а теперь моя маленькая, ну, да, не может не вызывать вопросов. Поэтому здесь, конечно, мне кажется, что нужно подходить к вопросу очень внимательно, очень деликатно, и исследовать все нюансы, вообще все нюансы того, что между вами происходит. Потому что перемена, такая перемена, не может быть случайной. Здесь я с вами согласен. Но проблема заключается в том, что вы не говорите, вы ни разу, вы не описываете, не раскрываете того, что между вами произошло. Наоборот, вы спрашиваете у нас, что изменилось, но объективно, откуда мы можем знать, что изменилось, если отношения ваши, если строите эти отношения вы, откуда мы можем знать, что изменилось. Ну, что-то изменилось, безусловно. А что изменилось конкретно? Нужно разбирать, потому что, нужно анализировать, потому что без анализа невозможно абсолютно сказать, что именно происходит, как происходит и так далее. Надо побольше узнать о вас, побольше узнать о мужчине, о том, какой мужчина, какая вы, какой характер взаимодействия между вами. Да, то есть, ну, что вы делаете, что вас объединяет, что вас связывает. Вот. Понимаете, вот это все нужно рассматривать. И только тогда можно говорить о том, что изменилось. Вот. Конечно, я думаю, что, ну, по общему такому правилу, да, изменилось, эээ, ваше расстояние между друг другом. То есть, вы как бы стали ближе друг к другу. Вот. Мужчина стал более, возможно, к вам привязан. Вот. И, соответственно, именно по этой причине, именно по этой, именно причине, он стал называть вас маленькой. Маленькой. Вот. Вот. Ну, как, вот, представляется мне, по крайней мере, в этой ситуации. Я не могу сказать, потому что, эээ, ну, это наиболее, наиболее частая причина, наиболее очевидная причина такого его поведения. Ну, не только вашего мужчины, а вообще мужчин в частности. Вот. Вот. Но, конечно, для более, так скажем, для более полного, для более детального, для более конкретного ответа, все-таки, нужно больше информации о вас. Вот. Потому что, эээ, это, эээ, гадать только нужно. Эээ, другой вопрос, то, что интересует меня, ээ, едва ли не больше, чем все остальное, это ваша реакция на ответы. Эээ, то есть, ответы, как я уже сказал, эээ, даны вам, вам, совершенно противоположные. И оба ответа вы приняли. Ну, то есть, эээ, поставили лайк. И здесь у меня, эээ, конечно, вопрос к вам, насколько вы, эээ, ориентированы, эээ, на, ну, на реальный ответ. То есть, то есть, то есть, вот, не на ответ, который, эээ, там, допустим, как-то бы вас удовлетворил, скажем. А именно, на реальный ответ, насколько вы нацелены. Вот. Потому что, ну, вот, я, честно, честно говоря, удивлен. Вы сами, вот, как вы сами, эээ, считаете. В этой ситуации, эээ, именно, вот, в этой, в этой ситуации, что больше похоже на правду? То, что мужчина хочет вас защищать? Или, то, что мужчина стал воспринимать вас, эээ, в большей, ну, в большей степени, как, эээ, маленькую. Малень, маленькой. Понимаете? Вот. И, ведь, к сожалению, только вы можете ответить на этот вопрос. Больше никто. Вот. Мы на этот вопрос ответить не можем. Потому что жизнь ваша, отношения тоже ваши, и... Если вы их поделитесь, конечно, эээ, информацией, да, ну, более, более такой вот, эээ, полной, то, в таком случае, вам можно будет помочь. А пока, с учетом, с учетом того, что вы, эээ, описали, к сожалению, кроме как, вот столько, эээ, предположений каких-то. Эээ, мне кажется, делать, делать, кроме предположений больше, эээ, ничего здесь сказать нельзя. Вот. Поэтому еще раз, эээ, хочу повторить, еще раз хочу сказать, что вам необходимо самой определить для себя, эээ, что вам нужно, что вы желаете получить, эээ, от нас. Вот. И отдаете ли вы себя счет, например, в том, что, эээ, спрашивая, что изменилось, вы, по сути дела, хотите, чтобы мы гадали. Вот. Вот. проанализировать то, что происходит между вами, например, проанализировать то, что происходит с вами, и вашим молодым человеком, и тогда мы сможем дать вам реальный ответ на то, что изменилось. Что касается позиций, то здесь, как я уже сказал, очень важно понимать ваши собственные предпочтения, скажем так. То есть, если вам нравится то, что мужчина называет вас маленькой, то все замечательно, я не вижу абсолютно никаких причин для того, чтобы вам переживать, чтобы вам о чем-то волноваться и так далее, если вас не устраивает. Если же вы считаете, что это нехорошо для вас, опять же, то, соответственно, очевидно, стоит пересмотреть вашу модель поведения, ваше отношение к себе. Ну, то есть, вот все то, что сказали мои коллеги, в частности, в скилковой Иринах, вот, с тем, чтобы, ну, разобраться в этом, чтобы подкорректировать это, вот, или чтобы сказать себе, что это не что иное, как то, чего я хочу, это не что иное, как то, что мне нужно, это не что иное, как то, что мне необходимо, это то, к чему я всегда стремился, в таком случае это нужно будет просто принять, вот, передействовать дальше, а, именно, вот, в таком ключе, в каком вы, а, действуете сейчас. А, подумайте также о том, для себя, а, какого мужчину вы хотите видеть рядом с тобой? Мужчину ли отца? Мужчину ли, а, значит, партнера? А, может быть, вы хотите видеть кого-то еще? То есть, от того, от того, насколько мужчина соответствует вашим представлениям о том, каким он должен быть, зависит, ну, во многом зависит ваше будущее, будущее ваших отношений, я полагаю, вот. Поэтому, это то, на что вам следует обратить свое внимание, так или иначе. На этом, в принципе, я думаю, можно закончить мой ответ, потому что, для более полного ответа не хватает, как я уже сказал, информации. Вот, информации о вас, информации о том, что с вами происходит, информации о том, чего вам хочется, опять же, информации о том, чего вам хочется, опять же. Вот, это все нужно рассматривать. Вот, в этом вам можно помочь, безусловно, в этом вам можно помочь, в этом, безусловно, можно вам подсобить во всем. Вот, но для этого все же требуется, чтобы вы дали нам какую-то обратную связь, вот, которую мы могли бы использовать для того, чтобы уже делать анализ, и делать анализ, ну, такой, максимально непредвзято, скажем так. Вот, если вам от нас нужно это, то, в таком случае, обращайтесь, а мы будем рады помочь вам. Если вам нужно что-то другое, ну, что ж, тогда я предлагаю вам сказать, чего именно вы хотели бы от нас, вот, ибо это важно. На этом все, надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Надеюсь, что ситуация разрешится для вас самым лучшим способом, самым лучшим образом. Желаю вам всего доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok